Трое в лодках, не считая тренера. В бассейне Буревестник проходит необычные тренировки. Здесь обучают о замплавании на каяках. Необычно видеть в бассейне каяки. Это какая-то секция? Ну, в общем-то, да, это секция, но она, конечно, на вольных началах, но она секция. Секция Грибного Слава, руковожу я, Крышинников Андрей Анатольевич. А на самом деле, в общем-то, в любом большом городе, скажем так, везде есть секция Грибного Слава, мы везде занимаемся в бассейне. Плавание на каяках – это хороший способ активно отдохнуть. Конечно, занимаются каякингом летом на различных водоемах, преимущественно с быстрым течением. Но чтобы быть готовым к сезону открытой воды, нужно тренироваться и зимой в обычном бассейне. Если человек первый раз приходит, то его сразу научат или это сложно? Ну, как сказать, какое-то время нужно и желание человека. И там один научится на две недели, другой научится за три недели, четвертый за месяц. Но если у человека есть желание, получится у любого. Вот, видишь, вот папа пришел, вот месяц назад пришел. Он первый раз весло в руки взял. Вот уже катается, получает удовольствие. Вот он начал заниматься буквально после Нового года. Вот товарищ занимался у меня в 2002-2004 году. Прошло вот 15 лет, но, как видно, у него как техника была поставлена, так она у него никуда не пропала. Зимой вы в бассейне, а летом вы? А летом у нас водный стадион, где у нас как бы основная весенняя и осенняя тренировочная база, где у нас там и лодки другие есть, уже слаломные, спортивные. И основной полигон – это наша любимая бурлилка между третьим и пятым микрорайоном. Пользуясь случаем, я тоже решила погрести веслами на каяке. Могу сказать сразу – ничего сложного нет, главное – слушать тренера. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Занятия в секции грибного слалома проходят два раза в неделю, по вторникам и пятницам в бассейне «Буревестник». И помните, чем ближе к сезону активного отдыха на воде, тем меньше времени у вас есть, чтобы освоить каякинг. Субтитры сделал DimaTorzok